Всем привет! Сегодня попыталась сделать дневной макияж. Посмотрите, он получился вечерним. Не знаю, что случилось, что произошло, но кисточка сама, сама пошла работать. Я подъехала к ресторану Сулгуни, сейчас будет что-то интересное. У этой печи есть три режима по выходу пара. Соответственно, она может даже поджарить мясо абсолютно без масла и абсолютно без корочки. Это если мы говорим о здоровом питании. В ней даже молочную кашу можно делать по самому телу. В ней можно делать суп и так далее. Плюс при этом в этой печи есть такая замечательная супер-супер штуковина, которая называется ферментация. Для мамы очень полезно, я вам об этом расскажу. В камере может удерживаться температура 40 градусов до 12 часов. То есть мы стараемся перевести те бренды, которые в Украине раньше были недоступны, и сделать их доступными для мам. То есть то качество, которое знает и любит весь мир. В основном это компании американские. Но чтобы оно было доступно мамам и в Украине. То есть у нас все есть в наличии. Мы доставляем их очень оперативно. У нас очень хорошие консультанты. У нас есть выездной шоу-рум. Это то, что касается магазинов. А Жирафа Софи как бы дистрибьюция, в принципе, это отдельная история, отдельный бизнес и большая работа. Сейчас как бы больше все-таки о проекте. У вас у всех в ваших подарках есть собачка или кошечка Андерзенанов. Есть еще брелочек Жирафа Софи. И сертификаты на скидку с индивидуальным кодом на скидку на покупку в нашем магазине. Поэтому сами сможете убедиться в этом. Пойдите, пожалуйста, в инфекции, которая у вас проходит для деток, мастер-класс для родителей, для деток по приготовлению. Для таких деток? Постарше. К слову, так. Ну, для деток. Наверное, в Хинкалине у нас в классе проводили. Мы когда-нибудь взрослые. Житья деткам в Хинкале будет очень хорошо. Детки делают у нас хокер разные. Да, мы родители, которые делают, чем пешатые. И Хинкалине делают то, что тяжело. А как проходят? Вы выходные, субботы, воскресенья и с какого времени? Ну, это у нас на нашем сайте всегда объявляют. Можно записывать субботы, регистрируют вас, да? Всегда объявляют, если вы посмотрите, то есть, на нашу страничку. Там всегда объявляют, когда... В общем, девчонки надо зарегистрироваться, подключение подписаться. Подписаться на наши, да, новости. И там показывают всегда, когда будет мастер-класс. У нас очень интересные вещи. Нас так накормили, так накормили. Я так наелась. Я очень люблю грудить послушку. Так как вы... Вы любите поросенка? Это же из младочного поросенка, вот здесь на вертике. Обалдеть, будьте. И потом продают, когда смотреть, у тебя такая красивая. И здесь, мне кажется, это уже так... Смотри, мы вчера сделали первый раз. И будет, конечно, это тоже иностранничка. И будем так постоянно крутиться. Такое оно приятное. Да, это шелк итальянский. Сады Медичи. Это вам платье будет очень хорошее. Бутик называется Deflure. И тут много всего такого красивого, цветастого. Я с этим брендом познакомилась на мероприятии Vivo. И там получила сертификат и куча разных подарков. И вот меня сейчас занесло в ресторан Сулгуни. Так я была рядышком. Я решила забежать, посмотреть. И Ника хотела себе футболки. Футболки. Вот сейчас вам покажу, какие. Она мне просто все уши прожужжала и весь мозг съела. Кстати, мама не любит, когда я так говорю. Она верит в силу слова. Я тоже верю, она в силу привычки. Вот такие вот футболки с хетштегами. Я не знаю, какую ей выбрать. Они стоят по 750 гривен. Но она в школе, и я не могу ей даже набрать, чтобы спросить. Тут есть много разных расцветок. Поэтому, скорее всего, что надо будет с ней приезжать. Мне нравится слоник. Но вполне возможно, что Ника скажет, что мама, я же уже взрослая. Поэтому может быть такое. Ну и вот еще много разных футболочек с разными футболками. И все цветочные династики. Это мне не знаю, что делать. Но она с Ника надо приезжать. Смерю жилетку. Говорят, что материал, шерсть как бы... Используется для костюмов древанной. Вот. Так что... Ну, да, она, конечно, приятно. Цена его 360... 360, да? Да. 360 евро. И вот такие есть брючки. Брючки я уже посмотрела, прикольные. Да, я думаю, они бы очень здорово смотрели с этим... С этой жилеткой. Я вернулась домой. И сейчас хочу все-таки узнать, что же здесь в подарке от Panasonic. Вот видите, Panasonic, волшебство кухонной техники. Представляли новую печку от Panasonic. И скажу вам честно, я очень ее хочу. Потому что у меня духовки нету. А там сказали, что она заменяет и мультиварку, и йогуртницу, и духовку. И можно запекать мясо. И, в общем, делать все, что угодно. Поэтому мне очень ее хочется. Вот. И сейчас Никулечка мне поможет открыть. Мы глянем, что здесь. Здесь я не знаю, что. Но было бы неплохо, чтобы здесь был сертификат на печку. На печку. На печку, да. Тетя, что там? А ну, давай, открываем. Барабанная дробь, парам. Парам. А, это не для этого. А, какая фартука. Да. Это кокошник. Это как для повара. Фартук, потом кокошник. И перчатка. И перчатка. Это мне? Ну, все, прикольная вещь. Это мне? Тебе, конечно, тебе. Давай, откроем, сейчас тебя нарядим. Давай. Спасибо, мама. Та-да. Смешничка моя любимая. Ты мамин повар? Это то, это мне? Это все тебе, да. Будешь готовить. Я отдам бразды правления тебе. Готовить, готовить. Бабушка. Бабушка. В одноклассниках. Только каменное сердце не болит. Давайте припево. Сейчас, одну секунду, будете хохотать. Первым гаишником на Руси был Соловей-разбойник. Он сидел в дороге, свистел и крабил. В однокласснике это... Бабушка пропала. В однокласснике мир чудес. Нет, нет, нет. Бабушка была, теперь ее нет. Нет. Купи мне вот это. Ой, не могу. Я люблю. Аня, хорошо, что ты мне такой подарок сделала. Я люблю тебя, моя девочка. И полюбила своего мальчика. Ни на кого его не променяю, мой компьютерчик. А я думала, ты про вот этого. Я тоже подумала, что ты про Дема. А Дема нет, это первый и единственный неповторимый. Моя рука. Бабушка костная. Он тоже играет на гитаре. Покажи свою гитару. Да, ладно. Кто пойдет по следу одинокому. Сильные да смелые головы сложили в поле. Сильные да смелые головы сложили в поле. Сильные да смелые головы сложили в поле. Моя ладонь превратилась в кулак. Сильные да смелые головы сложили в поле. Сильные да смелые головы сложили в поле. Дядя вдольная. С кем же ты сейчас? Ласковый рассвет встречаешь. Ответь. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи теперливые. Подплечь. Подплечь. А ты какую закатал? А что это? Не сахар. А Валь тоже что-нибудь. Все яд. Все яд. Ты же маму любишь? Что сильно-сильно? Сильно-сильно маму. А бабу любишь сильно-сильно? А Анджелу? А Сережа? Все как-то, да, Сережа? Все любите. Анджела в машинке купила. Три машинки. Не надо. Снимай, снимай, снимай. Анджела приехала. Серьезе. 263 машинка. Зачем? Мы не знали, что она сказала. Я выбрала, молому что-то надо. Она просто очень интересная. В саде заводится. Как ракета. У тебя ракета будет? Воскресный день проходит с кафе Рукола. И вот напротив музей. Вот это вот все здание. Все покажу. Вот видите? Вот это все здание. Три этажа плюс подвал. Это все музей. Так что на Погданах-Изницкого. Для тех, кто живет в Киеве, может сходить. Тут крестная показывает. Приехала с Харькова. Крестная и привезла подарки. Дракона, я дракона, а ты-то привезли. Вон еще. Куча машинок. В общем, Дема там, вот там где-то. Вон он. Рисует, играет. Еще заводи. Заводи еще раз. Еще, еще, еще. Все, запускаем. Вот. Вот смотрите, сколько людей заходят. Детвора, школьники в музей. Но людей очень много. Поэтому лучше ходить в дни дни. В Украине Серджио Момо. Основатель нескольких брендов. Которые очень интересны по-своему. Мы познакомились с Серджио 9 лет назад. И 8 лет назад, когда мы открыли первый свой Jean Niche концепт в Домосфере. 8 лет назад мы начали работать с маркой Серджио. Затем мы начали работать через несколько лет с маркой Казамарати. С брендом Саспира. И в ближайшее время появится четвертый бренд, который основал Серджио. Это Кэмми. Я не буду много говорить. Но Серджио человек, который в мире нишевой парфюмерии сегодня задает тон. Потому что его бренды, они все разные. Они интересные. Много новинок. Банная линия. Ароматы по интересам. Ароматы... Ну... Музыкальные. 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 Ну, какие угодно. Серджио сегодня настолько интересные. Я как-то попал в офис лет 5-6 назад. Я был впечатлен. Я сделал на фейсбуке у себя на странице целую экскурсию по офису. Где я показывал какие-то интересные вещи. Музейные экспонаты. Духов. В общем, Серджио живет, дышит своим бизнесом. И поэтому у него все получается интересно, качественно, креативно. еще много слов можно подобрать. Но я больше не буду. Итак, давайте поприветствуем Серджио в офисе. И Ирина Пьется, босседор проекта Жаднич в конце. Поможет провести презентацию. Наслаждайтесь, слушайте. Затем перейдем к более другим процедурам. Ну, покушаем, пообщаем. Первое, спасибо всем всем, что здесь сегодня. Поэтому мы решили открыть этот аромат не только в перфюме, но и в два размера, и в целую коллекцию бассейн и бассейн. История Александрия, особенность в том, что изначально этот аромат был выпущен всего лишь в очень ограниченном количестве из 500 единиц. Почему? Потому что для композиции Александрия был использован очень такой возрастной ут. Редкий, редчайший ут, которому 15 лет было на тот момент. В принципе, в большем количестве было просто нереально. Вы спросите, где-то там уловлено для решения сделать его более доступным. Девчонки, я сейчас нахожусь в отеле Hilton, где происходит очень красивая презентация туринского парфюмерного дома Sergio Momo. Это нишевая парфюмерия и три новых аромата. Мне, конечно, понравился только один, два таких очень жестких. Вот. Но один не такой жесткий, он больше, наверное, фруктовый. Такой манго. Пойду дальше к гостям. А то, если честно, вышла, спряталась от всех, чтобы вам записать видео. Я в платье, в пол, потому что был трескот, и я его не нарушаю обычно. И сейчас не исключение. Я уже приехала домой, хочу вам показать подарок. К каждому после презентации сделали такой небольшой презентик. Пробнички ароматов. И тут четыре новинки, то есть новинки по факту три. Один секретный аромат. Из всех ароматов мне понравился только один. Кстати, видите, тут вещи навалены перед самолетом. Буквально два часа осталось до выезда из дома. Я хочу снять видео. Я вам обещала свои покупки, свои обновки. Я вот не знаю, успею или нет, потому что я еще вот только приехала. Надо приодеваться и кое-что все-таки дособирать. А мне ее еще снимать, понимаете? Ну да, то есть я не знаю просто, как это все успеть сделать. Вот. И покажу уже все-таки наконец-то. У меня полечка, помоги мне. Ароматы очень, очень, очень стойкие. Ну, ниши вы сами знаете, что они такие. Но вот эти ароматы такие прям очень жесткие, как для меня. То есть мне нравятся более такие, знаете, как что-то очень легкое, что-то такое цветочное. Может быть, ну не всегда, но в большей степени. Вот. Здесь пять ароматов. Три из них новинки и два аромата нет. Вот. И еще пробничек крема для тела. Возьму с собой что-то. Возьму с собой. Кстати, очень удобно брать пробнички. Сейчас, кстати, откроем, посмотрим, как выглядит. Как пробничек. С собой брать пробничек, чтобы не везти целую, например, какую-нибудь баночку. Вот. Так. Сейчас, кстати, понюхаю. Есть там один аромат, который мне жутко не понравился. Отвечалось мне прям жутко. Вот. Ну, я же говорю, на вкус и цвет. Так. Я буду закругляться, потому что уже пора. Спасибо, что посмотрели это видео. И следующий влог уже будет с отдыха. Так что оставайтесь со мной. Кто не подписан, подписывайтесь. Пока-пока. Одобрено.